Когда вот эти добавки добавляете туда, блядь, вы хоть думаете башкой, блядь, нельзя брать те же добавки, которые добавляются, блядь, в моющие средства. Кто с пивом дружит, тому смыв не нужен. Каждый раз я когда с вами встречаюсь, без страшного. Это как штази с ума сводили, блядь, в КГБ, блядь, несогласных людей. Кстати, курица мог нестись без петуха, а вот это пиво, без него, сука, не делается. Сегодня у нас вообще совершенно странный выпуск. Мы хотели обозреть немножко пивка, причем такого самого дешманского, самого простенького, это бочкарех. И хотели обозреть еще шустого коньячок. Мы обычно пьем другой коньяк, но как бы хвастаться не будем, недорогие коньяки пьем. Решили взять шустого, что нам делать-то, как сделать-то, решили, давай все подряд, нахуй. Замиксуем, так сказать, может что-нибудь получим. Мы не эксперты в области коньяков, по самом деле, просто решили, да, взять. Попробуй, да, выпить, проводить старый год. Еще раз вы уже это видео, скорее всего, посмотрите в новом году. Так что всех с Новым годом, с наступившим уже для вас, люди из будущего. Год дракон, как-никак. Мы будем выпивать, ребят, пока у нас не кончится память на камере, поэтому сегодня будет больше такое спокойное. Без запольства. Разговорный припевающий. Да, и вообще-то это будет вообще видео не для вас, на самом деле. Мы просто будем отдыхать, сидеть, пить. А что получится? То и получится. Да. Сейчас еще начнем. С пива? Давай, наверное, с шустого и начнем. Царская коллекция, коньяк пятилетний, произведен из конечных дистиллятов, не менее пяти и десяти лет. Вообще дистиллят – это такое мерзкое слово, да? Да. Ничего такого, послушать прям дистиллят. Дистиллят звучит всегда, знаешь, как-то всегда мне казалось, что это что-то связано с бензином. Ну да, отработка бензина, что-нибудь такое. Дистиллят. Дистиллят. Не знаю, хотя дистиллированная вода, она же считается, но она убитая вода, это в аккумуляторе. Мелокая водичка. Мелокая вода. Дистиллят. Зато идеально чистая. Так что не всегда чисто хорошо, ребят. Можете, ну, как говорится, быть грязными. Главное, не такими, как мы. Я что-то хотел сфоткать. Че, блядь, я шваба, блядь, выпадает на фото. Мы можем, кстати, вам бэкстейдж небольшой устроить. Так да, вот сейчас мы вам сфоткаем, кстати. Наш бэкстейк, ладно. Да заходь, вообще чернусты гуляй. Не, давай, похуй. Если вы знали, что у нас там такое... Охуй, давай. Короче, давайте так, если хотя бы два комментария в видосе будет, выложить то, как мы это снимаем, точнее, каким, блядь, макаром, мы тогда опубликуем эту фотку и в паблике, и в ютубе. А если нет, то... Не два, а десять. Ну, десять, а то, что, блядь, что ли. Ну, блядь. Да, ребят, вот Шустов, первый раз, честно говоря, я тупил, когда-нибудь? Шустов? Я только рекламу читал его. У него такая рекламная компания была. Кстати, хочу сейчас вспомнить Шустов, Шустов, Шустов. Да. А вспомните хоккей, блядь, 2013 года. Да, здесь, если найдем, будет видео сейчас. Самара, пидорас. И ЛКБТ мы не поддерживаем, и такой компаганда, видите, даже при слове ЛКБТ падает все. Это просто хорошее воспоминание о хоккейном матче, блядь. Да, да, у нас была игра в хоккейном матче. Ну, скорее всего, вставим. Ну, просто пришел один персонаж, довольно-таки пьяненький уже, и вот он очень сильно... Не взлюбил Шустова. Крыл болтами вратаря ЦСКА ООС из города Самары. Ну, и почему-то Самара пидорасом стал. Сане отдельный привет передаю. Да, ну, это у нас просто кузьмичи такие. Даже двум Саням. Ну, смотрите, маслянистость на рюмке. Смотри, как медленно-медленно опадает маслечко. Не знаю, ребята. Это сладкое слово. Дистиллят. Да, кто знает, скажите, хорошо это или плохо, потому что мы как бы с вами только что это вместе дегустируем. В общем, вот такой вот цвет, ребят. Ну, правда, мне это напоминает, знаешь что? Пил я Джеймсон медовый. Вкусный, зараза. И вот так же у него это стекало. Но потом был такой батон, что пиздец, ребятки. Короче, давайте с Новым Годом пробуем шустовский коньяк. Забавный момент. У нас запивка называется Крал. Ну да, Крал украл. Гранатой украл получается. Так, блин, уже. У нас, видите, происходит. Маги-рептины. Запиваем гранатовым соком, ребятки. Потому что мне кажется, что это лучше всего коньяк, чем запивать. Давай еще раз. Ну. С Новым Годом. Да я... Мне такое количество забивать не надо. Я не знаю, то ли рюмка. Такая удобная. Удобная, да. Он вполне мягкий. Он очень мягкий. Очень мягкий и странно. В свое время, если верить истории, шустовский коньяк... Шустов сам был производителем. Или был таким... Говорят, что это был лучший рекламщик. Да, да, да. Царского времени. Он придумал такую херню. Он заставлял... Проплачивал студентов, чтобы они приходили в кабаки, в гаштеты. И спрашивали, есть ли шустовский коньяк. Налейте, дайте нам бутылку шустовского коньяка. А им, естественно, отмечал бармен того времени. Нет у нас, нет такого. И они после этого разъебывали весь гаштет нахуй. Как нет шустов? И давай, погнали. И таким образом, в одном, в третьем, в пятом, в десятом гаштете так сделали. И, естественно, спрос на шустовский коньяк. О нем заговорили. Он стал, когда приехали поставщики, типа, а у нас вот шустовский коньяк мы привезли. Возьмете, конечно, его брали. Лучше уже взять. Лучше взять, да, что-то такое. Эта история, кстати, похожа на то, маркетинговая история, на то, как производитель окон во время Великой Депрессии, по-моему, в Америке... Разбивали окна? Разбивали, да, на нем пиздюков, чтобы они расхуярили всем окном, когда они не шли продажи вообще его окон. И потом, естественно, пошли. Так что, ребят, рекламу придумали далеко до девяностых годов, когда массовая. Это Царская Россия была. Да, да, так что шустов... Мне кажется, что, конечно, это никого отношения к этому, к тому самому шустову не имеет. Конечно. Но довольно-таки приятно, что он... Я признаюсь честно, мы пьем из этой же ценовой категории коньяки. То есть дорогие коньяки мы не пьем, не знаем. Зачем платить за то, в чем ты не соображаешь? Да, да. Правильно? Ну, как бы, но я могу сказать, что более-менее он мягенький. Он даже соревнуется с тем, что мы пьем. Не будем называть этот лейбл. Страна происхождения винограда Армения, Азербайджан и Узбекистан. Короче, неизвестно все-таки. Сорта винограда Кангун, известный, кстати, сорт Меграбюр, Ркацители, Баян Ширей и Кульджинский. Ни одного кишмиша не было. Вот Баян Ширей... Всегда мне радует... Баян Ширей! Баян Ширяй! Баян Ширяев был такой, помните, автор? Лучше не знать, я не знаю, он сейчас в списках или не в списках. Такой трэш был, трэш-контентчик. Но мы на всякий случай осуждаем. Да. Знаете, в чем прикол? То, что я перечислил все эти страна происхождения винограда, ну, это, знаешь, такое ощущение, что, как назвать что? Да был человек с планеты Земля. Ну да. Кто там был? Да люди. Откуда? С планеты Земля, блянь. Вот так вот и это. Довольно-таки странно это, конечно, слышу. Знаешь, как это был видос, серия в этих... Какой, блядь? В Гриффино. Не в Гриффино, в Сауспарке. В Сауспарке было, да? Типа, как придумывают шутки в Гриффино. Типа, отрубает курицу в голову, блядь, бросает на барабан, а там большое количество разных слов. Ну, она вот каким-то там потомчится. Наверное, смотрю там, это, 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 это. Все, и надо как-то в серии эти слова зашутить. Тут тоже, наверное, дохера стран. И просто они, блядь, так, Азербайджан, Армения, блядь, и Узбекистан. Вот их напишем. Откуда-то он и будет это. Так, где у нас там виноград растет? Так, ну все, погнали. Страна происхождения винограда, пятерка. Моги. Косметика. Хорошо. Да не, мягкий. Мягкий, ребят. В этом неплохо. Коньяк мягкий, приятный. Да. Художник. Ну, посмотреть хотя бы, где разливают. В Дагестане, скорее всего, мне кажется. Московская область, матишь. Хм! Привет, голове, блядь. Сергей Анатольевич, не вы занимаетесь? Честно признаитесь. Короче, коньячные дистилляты, выдержанные не менее пяти лет. Коньячные дистилляты, выдержанные не менее десяти лет даже сюда входит. Ну, сколько там? Стольчику? Не против. Знаете, почему, кстати, коньяк-то стали пить? Потому что в одно время что-то водка вся здесь погонялась. Ба-а-а. Вот. И мы уже как бы прям совсем не в кайфе пили. Да, и наил. Бальчук только открытый вот недавно. Ну да, балчук, нормальная водка, кстати. Но это только недавно про неё узнали. А так вообще пили сначала джин. Ну, довольно-таки долгое время, последние пару лет джин. Потому что как бы с него и полегче вроде, как ни странно. Вроде водка считается самым чистым напитком. Но оказалось, что нет. Иногда чем грязнее, тем лучше. Да, причём я запиваю всё это добро крепкие алкашки. Никому не советую крепкую алкашку запиваю пивом. Потому что, как гласит народная истина, кто с пивом дружен, тому смыв не нужен. Именно. Поэтому предлагает левка крепнуть. Да. А здесь у нас, сейчас попиздим про это пиво. Бочкарёв, ребята, новая вот эта партия. Честно говоря, давно его уже не пил. По-моему, лет 10, наверное. Помню, что раньше это пиво было довольно-таки, ну, крутым. Бочкарёв, при нём, помнишь, даже кирпичи пили. Где там пиво всё вкуснее, его всё больше сортов. Степан Разин, старый мельник, Бочкарёв. Чё-то такое. Золотая бочка Бочкарёв, да. Да, 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 да. Вот, кстати. Вася, Вася, на брак не будет. Как тебе сказать? Единственное, что у меня сейчас сомнения. Во-первых, дешевизна. 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 За французом. Годи-ка, за французом. Есть такой изготовитель. Ляй Грох. Объединённый пивоварней Хайнекен. А все мы знаем, что Хайнекен сейчас под Балтикой. А Балтику мы прекрасно знаем. А Балтика под? Под Параш. Не будем показывать и рассказывать под кем. Вы такие секреты не рассказывали. Лучше не надо. Да. У меня друг один рассказал, где он метил больше. Где? Где? Господи, лежит, блядь. Да. В чёрный день. Ну, что я хочу сказать. Бочкарёв, ребят. Раньше было довольно-таки крутое пиво. Мы его пили, мы его часто покупали. Оно было распространено. Прямо реально. И брали мы его, естественно, в банках-бутылках. Оно в сиськах, по-моему, никогда не было. По-моему, не было. Не продавалось. Ну, если, может быть, я ошибаюсь. Но, как правило, мы его брали в бутылках. И оно было неплохое. Это речь идёт о нулевых годах. Потом как-то оно смазалось, стёрлось и, в принципе, исчезло. Здесь у нас три сорта. Белый колос. Сразу написано то, что, кстати, мы ненавидим в пиве. С лёгкими фруктовыми нотами. Да. Это, я так понимаю, пшеничка. Хотя нигде не указано. Я специально посмотрел. Белый колос. Ну, тут всё намекает на то, что это пшеничка. Предлагай с него начать. Да. Потом, подожди. Второе. Бочкарёв, холод и солод. Холод и солод. Ясно говоря, не люблю вот эти заигрывания с айс-хуяйс. Как-то в своё время пиво-сокол и всякие, блядь, вот эти. Вот это айс. Кулер ещё. Кулер, хуюлер. Вот это всё испортило отношение к этим названиям айс. Поэтому здесь даже прозрачная бутылка, а вы знаете, что прозрачность бутылки намекает на то, что хмель и солод, если он там вообще есть, что он, есть такое понятие, как высветание, то есть, или как-то высветление, что ли. Вот такие наверняка знают. То есть, не должно быть пиво в прозрачной бутылке. Ну, если это, конечно, пиво. И третий представитель, это живой разлив. Вот живой разлив. Свежего, с богатым вкусом. Вот так, мягкая пастеризация. Вот тут у нас, смотрите, экстра мягкая холота солода. Да, здесь светлая, с богатым вкусом. Свежая. Ну, а белый колот, как мы уже говорили, с лёгкими фруктовыми нотами. Ну, да, потому что главное, чтобы нота не коричневая была, блин. А то знаем мы такие приколы. С какого начнём? Да, я говорю, давай с пшенички. Да, с неё. С пшенички, давай, начинаем с пшенички. Открывайте. Заходите, проходите. Да. Извините, извините. Ну, ребят, фанаты пшенички, не знаю, конечно, как сейчас. Фанаты пшенички соболезнов. Ты пену одной налил, по-моему. На краешку надо наливать. Я это выжжу, конечно. Ну, не факт. Да похуй, отстаивается. Да, блядь. Ну, пока она отстаивается, нахуй, придётся ещё шустого, блядь, выпить чуть-чуть. И вот и повод, как раз. Да, за отстой пены. За отстой пены. За то, что пена отстой. Так. Ох, как заскрипел-то. Говори, как мои суставы. Радиколь гид даётся сейчас знать. Да, блядь, шустого пизду. Мне надо запах запить. Запах запей. То есть, там не лёгкий цветочный аромат? Там. Как будто, блядь, в поле вышел, блядь. Ой, это очень плохо. Цветочная, блядь. Ну, давайте, господи. За шустого. За шустого. Шустый у нас сегодня служит, знаешь, как кофе вот обычно пробует между... Ирин Биглок, да? Да, 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 чтобы перебить их в этот вкус. Вот у нас сегодня шустов в рожке. Шустов перебивщик. Ну, поцерочек это нормально. Не надо смывать. Конечно, не надо. Я вообще не за чего, блядь. Ты с вами с мылом доебались. Я просто гранатый сок, блядь. Я тоже его обожаю. Я тоже обожаю гранатый сок. Ну, что, ребята, пришла ваша матчей. Страдать. Это пиздец. Фу, блядь, как шампунь какой-то вообще. Да это, блядь. Цветочное мыло. Это мыло, ёпт. Мыло цветочное. Цветочное средство, блядь. Ну, блин. Да ну да. Цветочное средство, блядь. Вы знаете, когда заходите в какой-то условной пятерочке или магните, в отдел, где бытовая химия, вот этот запах сразу. Вы почувствуете сразу шмон вот этот, который... Да, да, да. Я ее киплюсь, сейчас мы это выпьем, и потом пузырями будем разговаривать. Блядь. Блядь, это пиздец. Блядь, ебать, ребят, я даже боюсь. Вот ты нахуй мы это все... Реально страшно. Да и нахуй-то. Шампусик. Фу, блядь. Может, Варю Алибасов поэтому крота выпил, потому что... Ребят, я вам так сделал. Блядь, ну неужели... Фу, блядь. Вот у этого кто-то есть. Поклонники. Ну это же... Блядь. Я уверен, что есть, потому что вкус вот этих вот цветов, он такой, знаете, он на самом деле не все равно правда очень пахнет шампунем и всякими моющими средствами. Но я... Поклонники. Поклонники. Жвачки или какую-то хуйню. Это молодежная. Блядь, ребята, вы помните, когда мы магазное пиво обозревали, и какой-то там то ли с фикс прайса было, вы говорите, самое по-рашенское, которое мы даже добавлять в общий не стали. И вот его готов въебнуть сейчас залпом. Вот это не пить, блядь. Блядь, ребят, это молодежное пиво для девочек 15-летних, которые никогда швабру... У которых грязный рот. Когда я писал... Когда я писал, давай пить стекловой, не надо было буквально воспринимать. Для девочек, которые никогда не держали в руках швабру, не пробовали фейри или сорти использовать по назначению, а которые швабру держали в другом месте, блядь, возможно. А твори сорти использовать вообще не по назначению. Макс, просьба помой нам штыканы. Это, блядь... Наверное, надо даже сжечь. Пожалуйста. Ты серьезно? Подожди, подожди. Подожди, ну дайте, блядь, в защиту хоть что-то сказать. Дрекой не уходи. Я сейчас говорю. Да молодежное это пиво. Защиту, можно сказать, чтобы вилобаджи помыли на 13 тысяч тарелок больше. Блядь, ты смотри. Если у тебя грязная посуда есть, сразу мой. Ну, а на самом деле, вот у него такой привкус, ну, отдельный. Такое ощущение, что это, блядь, нормальная пшеничка, которая просто пиздец как выдохлась. Вот я сказал, как пшеничка, только не до пшеничка. Я же сказал. Тогда давайте еще вот это продегустируем. Псенеджик. Псенеджик. После этого пива даже, блядь, вот это не пахнет так. Не, ну, короче, вы поняли, ребят, запах ядреный. Пить его страшно, потому что все мы понимаем. Чебе даже приятный пахнет. Да. Так что вот так, ребята. Нет, ну, представитель довольно-таки интересный, потому что мы думали, цветов, запах цветов, это будет вот это, знаешь, запах-то вот этот. Вот и пашмель, как там, элевский, элевский, ну, вот. Ну, я понял про что-то. Да. Хмель, да? Хмелевой, да. Калом не пахнет вообще, пахнет какими-то цветами. Да, хмелевой. Ну, нет, я почему его не называют хмелевым, потому что для меня немного другой запад. А вот бывает, знаешь, нарочитый цветочный, то, что мы ненавидим в пиве, вот, наша компания. Цветы нет. Ну, это даже не цветы. Ну, это не цветы, нет, это уже, это искусственные цветы, нахуй, на могиле, блядь, уборщицы, блядь, которая проработала 60 лет уборщица. Ну, Бочкареве. Да. Шустав вступает опять у нас в помощь, ну. Ну, иди, Шустав спасет. Кстати, я скажу, что про Шустава. Это прям такой достойный кандидат появляться в перерывах хоккейных матчей, домашних хоккейных матчей. Хоккатамбова. А почему? А потому что в перерывах у бегемота мы коньячки распиваем. Ну, вот, да, да. И как бы... Поэтому, ребята, а я знаю то, что есть люди, которые ходят на хоккей среди наших подписчиков. В следующий раз пьем его. Ходите на хоккей с Шуставым. Это, если что, не реклама непроплаченная. Это реклама хоккей. Просто, да. Шустав достойный кандидат. Ну, завтра мы, конечно, поточнее узнаем. Но сегодня он нашего любимого Скиновского чуть-чуть подвинул, ребятки. Так вот. Немножко. Чуть. У меня классическая схема. Я сегодня же всех предупреждал. Потому что я крипыша пить не буду. Ну, а как тут? Ну, а... Тут уж... Машину закусываете-то. Закусываю. Я с Аркаием. Я вот сейчас для себя открыл прекрасную яичницу со сфальтикой. И она мне понравилась. Солярный символ или что такого? Ну, блядь. Здесь будет, ребята, запикано. А то, что я сказал, будет в специальном. Закрыто. На бусти. На бусти. Бусти-бусти мне. А вот это. А я давно на онлельфанс хотел заревать. Я могу тебе... Реферальную ссылку скидку. 50% скидочку, да. Блядь, знаешь, что можно? В ВК-донат. Можно какие-то материалы делать. Ну, платник. Какие-то статьи, типа. Хочешь их считать? Ну, да. Задонать? Читать продолжение в источнике. Нет. Прям в ВК. Да-да-да-да-да-да. Причем, по-моему, от 50 рублей подписка. Если я не ошибаюсь. То есть каждый из вас, ребят, сможет... Ну, что, вводим, блядь, может быть? Я думаю, да. Будет прикольно. Да, ведем. Чего, нет? Ну, что там? Ну, там надо, чтобы люди там что-то нашли. Найдут. Они там такое найдут. Что, даже страшно, блядь. Да, блин, мне... Каждый раз я когда с вами встречаюсь, мне страшно, блядь. Да это... Чем вечер закончится? Ну, видите, почему он седой такой, блядь? Да. Пиздец. Я бы все делал. Нет, потому что 5 градусов, когда началось шоу. Ты знаком с 5 градусами был? Был нормальный, да. Парень, блядь, а вот пиздец. Хоккей. Петух меняет людей. Какая седина, блядь. Все, алкоголизм, блядь. Хорватия. Хорватия. Ну, хоть... Блядь, нет, подожди. Хорватия, блядь. Мы сейчас любим Хорватию или нет? Нет. Но в защиту скажу. Полюбил сборную Хорватию в 98-м году на чемпионате мира. Крутая была сборная. Просто ломовейшая. Третье место по-моему они заняли, если не ошибаюсь. Бля, ну просто мне нравится именно сборная по футболу. Люди мне по херу. И страна по херу. Но сборную по футболу мне интересно. Так скажи, что тебе форум понравился. Дожди. Сбродная это сбродная. Про какой ты год говоришь, что она тебе зашла? В 98-м году. То есть в самый момент, когда хорваты пидорадцами были? Ну, блядь. Играли-то они мне, блядь, пиздюку семилетнему. Я что, за политику шарил? Почему тебе не объяснили, что, блядь, самолеты НАТО, блядь, вновь борьбят в Белграде? Блядь. Мировые кварталы под огнем. Ну, блядь. Где ты был в 8 лет? Где твоя кассета, блядь, Дениса Герасима? Я скажу так. Я, кстати, его слушаю на Яндекс.Музыке. Не надо. Он меня выскакивает в моей волне. Так можно? Да. Да, присутствует. А ты что, не знал? Нет. Есть такое. Такая песня. Где тут? Есть. Вот эта песня, которую ты сейчас сказал, она присутствует. Это пираты. Нет. Нет. Мы никогда не будем их рекламировать. Нет. Ну, ладно. При этом есть русские сети, а? Ну, блядь, я не понял, нахуй. Которые тоже раскакивают в моей волне. На самом деле, в моей волне выскакивает моя любимая группа Distemper. Все повырежем, ребят, потому что пизду вас. Только вот тут точно закрытое пойдет. Оставим только то, что гороховская любимая группа Distemper. Ребят. Слушай, мозг у Дэдфри гейт, у него елка. Холод и соло, да. Знаете, как холод, как... Как вкусно и грустно. Дело-то. Ну. Блядь. Пахнет неприятно. Фу, блин. Канализация. Тухлой колбасой. Просто тупо канализацией пахнет. Реально. Real talk. Блядь, ну что я? Вот это вот холод, ребят, и соло, блядь. Блядь, гнили ваниль. Вонючка и липучка. Смратый ад. Вупсень и пупсень какой-то, блядь. Ну, это вообще, ребят, перебор, блядь. Ну, это, блядь, ну что ты, бочкарел, ты уже не тот, блядь. Нет. Ну, вкус не такой уемичный, как у того. Да нет, это вот, знаешь, я бы не сказал, что он питьевой. Я его не возьму еще раз. Ну, да. То есть, я вам... Сами знаете, я... Когда вы хейките пиво, которое пить не выносит... Ты защищаешь, да, сюда. Представь, я говорю, я могу попробовать, типа, еще раз. Его я не буду, но... Как ты говорил, у Балтики это такое ощущение, что просто в воду с него и льют, блядь. Я это ты, я так не говорил, что с него и льют. Просто откуда-то вонючую воду берут. Ну, может быть, с него, блядь. И с подвалов только, блядь. Вот просто из-за этого этот вкус, вот, ну, говно, блядь. У меня вот флэшбэки. Я недавно менял кран, и вот, знаете, вот этот вот сифон, когда его раскручиваешь, если скопилась вода какая-то... Да, да. ...затклая. Вот она воняет так же. Нахуй ты сказал, я бы, может, допил. А я допью, блядь. Почкорезок какой-нибудь... Не, ребят, ну, тут получше вкус немножко, чем в стекломое, блядь. Но всё равно он плохой, блядь. Ну, ну, плохой, ребят. Вы думаете, что он хороший? А вот плохой. Да. И он, к сожалению, пришёл. Ну, я хочу сказать, что бутылочку-то они сделали тут прям красиво. Да, я тебе такое, блядь, ощущение, что они баки вкладывают в бутылочки, блядь. Да, да. А нет, блядь, не в производстве. Бутылочка красивая, брендированная. На стекле написано «Бочкарёв». Та самая, это логотип их, вот это. Как он, Лансгейн. Б. Бич, Борис. Вот ты и взял, блядь, Борис. На самом деле, втайне, блядь, надращиваешь на это пиво, блядь, дом пьёшь один. Я это выжил. Смотри, просто «Бочкарёв» суть в чём? Я говорю, раньше пиво было хорошее. Не лучшее, но хорошее. И пили его часто и много. Но часто это уже «Бочкарёв». Да. Ты так говорить будешь? Не хочу. Ну вот. Мне нравится. Ребята херовое пиво, вот серьезно. Херовое. Ну, значит, тут, блядь, 46 по акции. Наверное, нужно. Да, ну, блядь, неправильно, ладно. Но, кстати, ты знаешь, в этом я полез под стол. Ничего не подумайте, по словам. Но сегодня у нас смыв – это шустро, блядь. Вот дожили, ебтать. Вот такого, ребят, вы ещё не видели. Смыв – это, блядь, коньяк, чтобы пиво смыть. Вот так, нахуй. Понял, Антон, блядь? Тебе это вообще никогда не постичь. Мне хочется сходить в дом после этого пива, блядь. Очень сильного. Блядь, Натон Шустров. Шустров, блядь, просто базу выдаёт. Выпиваешь, блядь, красота. Понятный вкус, блядь. А сольком закусываешь вообще-то? Никаким, да. Ну, кушайте и ешь ему там. Фашистскую. И яйца сейчас, а не на ощупь. Ну да, кстати, тут, блядь, ебать, нахуй есть как икры пришёл поесть, блядь. Куриный. Что, я уже закупил. Ну, блядь, я тоже. Просто тяжелый, блядь, обманывайся. Кстати, курица мог нестись без петуха. А вот это пиво без него, сука, не делается. У меня всё, новый персональный враг. Ну, знаешь что? Как скажу, в защиту бочкаля. Это мысленно упустил. Возможно, его полностью сделала нейросеть. И пока... И состав, блядь. В общем, да, вот само пиво. И, возможно, пока что она ещё ни такого уровня не достигла. Но, как бы, это испытание. Испытание на всеянах. Всё, как мы любим. Пойдёт или не пойдёт? Да. Типа, а можешь мне сделать пиво, знаешь, и загружать туда просто промты. Это холод, солод. Чё там, блядь? Розлив, живой. Графия Руси. Я вам говорю, это нейросеть сделала полностью это... Это нейросеть на пиво, блядь. Полностью сделала это пиво, блядь. По промтам, вот, заданным, которым вот, типа, должно пиво быть. Но я не объясню иначе это. Ну да. Сейчас, блядь, двадцать третий год, ребята. Даже Балтика, нахуй, научилась, блядь, делать пиво. Заново, блядь. Двадцать-тридцать лет не умела, блядь, сейчас научилась. Вы, блядь, просто выдали какой-то фекал пати, блядь. А знаете, почему бутылки такие красивые? Потому что, походу, технох очень любит бутылки. Как думаешь, кто уедет на них первый? Он или ты? Так он уже на них, блядь. А он на них, он их любит, да. Ну, нет, любить он может и любит, хотя бы, знаешь. Просто. Любви всех. Бутылки в паркорах, блядь, все технологи. Ну ладно, чё, пизденьки себе, открою, блядь. Ох, блядь. Чуйца мне страшно. Третий всадик апокалипсиса, зверх. Я чувствую, сейчас и другая пивоварня полезет. Это живой разлив. То есть, это, знаете, вы поняли, куда это отсылочка. Это отсылочка к разливухе. Сейчас сравним. Тем более, мы разливушечку-то так больше любим. А кот до сих пор ищет вымышленных котов. Да, мы поиздевались над котом перед выписком. В рамках приличия. Включали ему звуки котов, он не мог найти кота. Ты, ты знаешь, вот это включение, блядь, вот этих вот котам, вот этих вот звуков котов. Это, блядь, знаешь, как штазис с ума сводили, блядь, в КГБ, блядь, несогласных людей. Они, знаешь, там заходили, когда нету, допустим, хозяина хаты. Они заходили, там, стул раз передвинут. И человек с ума, ну какие-то звуки ему подключали. Ты знаешь, где у имя ночью. То есть, человек спит, ты в три часа ночи, ему говорят, там, Хельмут, 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 иди, сдайся, Хельмут. И он, блядь, он, что, нахуй, где? И поэтому вот опасно включать котам такую хуйню, потому что неизвестно, что там коты говорят. Может быть, у них там их убивают в этот момент, ёпта. Может, у них вообще в гитанские флэшбеки сейчас были, блядь? Тогда, блядь, в этом смысле это опасная игра, ребята. Ну, оно пахнет лучше, чем все остальные. Ну, пахнет, да, оно так. Хотя, нет, оно пахнет просто пивом. Вот это первый раз. А, ну это, короче, не сахар, но пить можно. Я даже его хуйцосить не хочу. Обычное пиво. Обычное бутылочное пиво, да. Да. Вполне. Вот так, да. Ничего. А вы заметили, кстати, что у нас почему-то всегда мы рандомно выбираем, какое пиво выйти первым, какое вторым, да, какой третьим. И у нас всегда нормальное в конце, блядь. Вот, ребят, если что, это не специально. Вот, я вам отвечаю, ебать. Мы всегда просто так вот. Ну, может быть, вот это вот. Все всегда согласны. Да, да, вот это. И получается так, что у нас всегда вначале дерьмо. Типа, вы думаете, что мы сладенькое напоследок оставили? Но тут есть глубокая философия. То есть, к хорошему приходишь постепенно через... Через страдания. Через страдания. Через шуство. Тут знаешь что? Это пиво, обычное пиво. Неплохое, нехорошее. Ни туда, ни сюда. А еще раз скажу. Это все три пива за 46 рублей в магните. Поэтому берите, уж тогда уж это, бочкарев в живой разлив. Не мучайте, не мучайте себя, блин. А лучше берите Казань. Казань брал, пока не брал. Ну, Новый год. Слушай, Казань я брал. Казань я брал в Саратове. Обзор не делал. Ну, потому что в одного все это снимать тяжело. Но, вот, Казанское пиво, нахваливали мне, как она, белое... Белый кремль? Белый кремль, как так, я не помню точное название. Белый кремль. Я еще раз, я вам, вас призываю. 8 апреля, поехали, поедемте в Саратов. Блять, я знаешь, что я сейчас думал? Нет, я сейчас думал, что он скажет. 8 апреля, знаешь так, я вас призываю. 8 апреля, я думал, что в Казань Кремль посетим. И в Капопьем. И просто говорим, Саратов, блять. А в Саратове, словом, пацана снимали? Плитку класть будем. Да и там в Саратове, блять, даже плитку класть не очень-то. Ладно, про Саратов будет отдельный выпуск. Возможно, даже в Саратове. В черно-белых тонах. По похоронам марш. Как у Кубрика все. Да. Мы-то знаем, ребятки. Саратов? Ну что, этому ставим 4. Нет, хотя бы оценки достойны. Да, 4 из 10, ребят. И то, просто потому, что, блять, те вообще минуса. Не-не-не, тебе даже нахуй пойти не достойны. Да-да, там полностью шпаны. Блять. Я романскую хуету смотреть не смотрел и не собираюсь. Ты к кого ходишь, кстати? Да, у Ешны, у Епана, блять. А Джерару Мелье я хожу, блять. Я говорю французскую, блять, лоску словили. Я говорю, блять, попил Шустрова-то, блять. А Шустров, может быть, кстати, и французский мигрант. Надо спросить с него, кстати. Миграционный вопрос сейчас серьезен. Может, он даже гвардником работал. Возможно, он вообще предатель. Розеный. Как Пугачева. И Гралкин еще. И Ивлева. Извинеева. А, Ивлева, блять, подожди, это половина? Ивлеева. Ивлев был повар. А, Ивлев был... Еще в шпанке. Как вы, блять, разбираетесь? Усота говна. Вот так надо уметь. Блять, после этой стекломойки я прям осознал всю эту элиту. Такое ощущение, что я, блять, сижу с поклонниками, блять, кальянного рэпа, блять. Кальянный рэп иногда бывает талантлив. Блять. Миягин. Нет, нет, если не брать в расчет саму манеру исполнения, просто бывает неплохой. Нет, кстати, Миягин. Да, блять, чувак. Нет, понятно, что это просто слушать. Я сам это не слушаю, блять. Но в рамках жанра-то бывают неплохие. Блять, ну, вариант, вот смотри. Да в рамках жанра, сколько. Да в рамках жанра есть, блять, возможно. Ну, все, заткнись, блять. Ну, там прикол-то в другом, блять. Был нормальный рэп, блять. Вражки. Рэп-музыка черных. Многоточие. Точнее, музыка рэп черных. Многоточие. Третий путь. Третий путь. Не буду вдаваться подробностям, блять. Около рэп. Лёнь мечтатель. Луперкаль, блять. Да, Лёнь мечтатель. Саша Скул. Ну, жаль, что умер Саша. Не Скул, Саша, а Мухинвард Слава. Ну. Вот тогда. Вот, не, я говорю. Ну, Саша Хвойный, тот же самый. Ну, это нормальный рэп, блять. То есть адекватный. Хвойный. Да, блять, вот давай начнем. Хвойный не рэпер, он конъюнктурщик. Он бигетер-тон. Не, давай вот начнем. Ну, блять. Да даже Децл, блять. Да-да-да. У него был. Все, и этот рассказ про кальянный рэп. У него, блять, были адекватные, блять. Ничего у него нет. Да было, блять. Это просто твое детство. Трава зеленая, блять, водка вкусная. Блять. Ну, не вот эту вот хуету, которая сейчас, блять. Как там? Триганбаста, блять. Триганда. Цель мы с тобой смотрели, блять. Ганвеста, ган... У него на песню там, блять, ну, условно, три минуты, блять. Четыре, блять, слова нахуй. И это такая... И он, блять, не умеет читать. Ну, и говорить не умеет. Больная боль, блять. Да, уже там было просто чрезвычайное пользование. Это прямо вот из разряда в телевизоре, ебало меня, заебало, в телевизоре, ебло меня, заебло. А это что за группу, кстати? Это... Ничего хорошего, Петр Заводский. А мне кажется, это в технологиях. Нет, я вам скажу. Секрет. Дегенеративной и без того дегенеративную... Круто, блять. Круто, блять. Круто, блять. Круто, блять. Нет, нет. Знаешь, кто из исполнителей? Кто вот эта вот больная боль, кто мог такую залупу, блять, придумать? Это, знаешь, это уже последствия, мне кажется, вот этого... С Моргенштерном, помнишь, был хуй, пиздюк? Фараон? Нет. Фараон начал, да, эту хуйню. Или также раз? Нет, битмейкер, блять, этого... Моргенштерна, блять. Слава Марлов, блять. А-а-а, пилот. Вот эта, сука, придумала тупую хуйню, которая может залетать. Ну, специально Дегродскую. Я считаю, что он виноват. Поэтому его, кстати, господа Мизулина, она пусть должна отписать его в первую очередь. Вы когда будете разбираться в тех, кто там торговал жопой, блять, кто ЛГБТ пропагандировал, вы должны в первую очередь еще обратить на тех, с кого это началось. Вот, например, русский язык испохабили первые такие исполнители и музыканты, как Слава Марлов, блять. Потому что он придумал вот это, вот этот траля-ля, траля-ля, блять, ну, песнь для взрослых, а там ебать. Субтитры сделал DimaTorzok